В мастерской Натальи Красовой повсюду стекло. Из этого тонкого и невероятно хрупкого материала женщина может изготовить что угодно. Картины, вазы, панно, украшения, часы и даже светильники. Начинается витраж с идеи. Потом нужно нарисовать эскиз. Причем эскиз, рисунок витража, это очень важно, потому что это физика. Здесь надо знать законы физики. Если неправильно составишь рисунок, витраж при сборке может перекоситься, может развалиться, может еще что-то. Из кусочков стекла специальным прибором, стеклорезом мастер подготавливает материалы к работе. Каждую деталь необходимо отшлифовать. И потом каждую такую заготовочку, чтобы не были вот такие острые кончики, мы обрабатываем на такой шлифмашинке. После шлифовки детальки оборачиваются специальной пленкой, которую затем покрывают оловом. Так стекла спаиваются между собой, чтобы в конечном итоге получилось настоящее произведение искусства. Но есть еще один штрих – обработка патины для особенного блеска. Очень много цветов. Я знаю, что бывает и зеленая патина. Вообще стандартно раньше покрывали черной. Патина черная. Потом медная добавили, потом золотую. Разный цвет бывает. От маленьких, совсем ювелирных изделий художница по стеклу переходит к масштабным. На их исполнение порой уходят недели и месяцы. Технология та же, только деталей больше в десятки раз. Все нумеруется. Я все нумерую. Каждую детальку, чтобы потом не перепутать, потому что их много пазл получается. Также точно мы обтачиваем на шлифмашинке, оборачиваем вот такой вот пленкой. Ну и потом будем паять. Ну тут есть детали, которые запекались в печке. Вот краска запекаемая использовалась. Вот тут рисовались окошечки, запекалось все. Муфельная печь с программами. 8 программ здесь. Нет вру. 12. Можно запекать и керамику в том числе. Ну вот сейчас мы ее заполняем. Мы положили сюда две бутылки, чтобы они превратились в такие, в плоские. Шесть часов в печи и двое суток, чтобы изделию остыть. А потом можно творить. Все стены мастерской Натальи пестрят расписанными после печи предметами. У этой техники запекания есть свое название – фьюзинг. И стекло для него нужно совершенно иное, не такое, как для витража. Разный коэффициент расширения, разные физические и химические свойства. Красоты необыкновенной, любое стекло. Поэтому, попадая сюда, люди приходят в полсервную страну. Стать гостем этой удивительной страны творчества может любой желающий. Наталья проводит мастер-классы для горожан и обучает техникам витража и фьюзинга. Подробнее о мастерах дома Купчихи Красильниковой мы расскажем в новом выпуске программы «Хорошо да ладно». Она выйдет в эфир нашего канала в понедельник в 20.00. Мария Ебельенко, Сергей Павлов. Новости.